Привет! Сегодня я расскажу про новые стабилизаторы для смартфонов от компании Moza. Дело в том, что в этом году на рынке появилось довольно много новинок и зачастую по своей конструкции они существенно отличались от прошлых поколений стабилизаторов. У новых моделей появились складные корпуса, они стали меньше, легче, да и вообще эргономика заметно улучшилась. В первую очередь я, конечно же, говорю о популярном Snop Atom и о DJI Osmo Mobile третьего и четвертого поколений. У Moza до недавнего времени не было устройств в ассортименте, которые могли хоть как-то конкурировать с вышеупомянутыми стабилизаторами ни с точки зрения качества, ни с точки зрения функционала. Были, конечно, Moza Mini Mi и Moza Mini S, но все-таки это девайсы из несколько другой ценовой категории и сравнивать их с продукцией DJI, на мой взгляд, не совсем корректно. Сегодня я рассказываю о Moza Mini MX. Это маленький складной, но достаточно мощный стабилизатор. Его задача заполнить пустующую нишу в модельном ряду Moza и включиться в борьбу за наш с вами кошельки с лидерами рынка. Опять же, с точки зрения цены, этот стаб стоит дешевле, чем Osmo Mobile четвертого или даже третьего поколения, при этом нельзя сказать, что функционально он в чем-то уступает. Так что давайте разбираться, на что реально способно это устройство и чем оно сможет привлечь внимание любителей мобильной видеосъемки. Кстати, за предоставленный гаджет хочу сказать спасибо интернет-магазину KSG.com. Это проверенный магазин с отличными ценами, мы уже давно с ним сотрудничаем и, как обычно, ссылка на него будет в описании к этому видео. Рекомендую по ней перейти и как минимум ознакомиться с ценами, они вас приятно удивят. Ну а мы продолжаем. Итак, Moza Mini MX поставляется в коробке белого цвета, внутри нее пользователь найдет треногу, зарядный кабель, мешочек для переноски и шнурок. Сам стабилизатор небольшого размера, он полностью пластиковый, но при этом пластик тут используется жесткий и качественный, с небольшой текстурой, примерно такой же, как в стабилизаторах DJI. Так что с точки зрения материалов и качества изготовления, это существенный шаг вперед по сравнению с тем же Moza Mini S, который был просто максимально удешевлен. По традиции, на каждой из осей присутствуют фиксаторы, не могу сказать, что это какая-то эксклюзивная фишка, сейчас ее добавляют практически во все модели стабилизаторов, как в мобильные, так и в большие стабилизаторы для камер. Но в любом случае штука эта очень полезная, в собранном состоянии все детали можно зафиксировать и бросить гаджет в рюкзак, при этом нет риска, что конструкция каким-то образом раскроется и что-то в ней может сломаться. Резьба для треноги теперь расположена не в рукоятке, а рядом с ней. Это следствие немного измененной конструкции и, на мой взгляд, главный плюс такого решения это лучшая устойчивость. Стабилизатор стало сложнее прокинуть, например, порывом ветра, и в целом теперь его можно использовать как небольшой штатив для смартфона. Теперь о технических характеристиках. Максимальная нагрузка составляет 280 грамм, по факту можно установить любой, даже очень большой и тяжелый смартфон. В моем случае я использовал 200-граммовый Huawei Mate 20 и более компактный Samsung S20 FE. Никаких проблем, связанных с недостатком мощности, не возникало, причем физические в креплении он также абсолютно нормально помещался, даже в чехле. А я напомню, что диагональ у Huawei Mate 20 составляет аж 6,5 дюймов. Так что любой другой смартфон сюда поместится как в чехле, так и без чехла абсолютно без проблем. Теперь немного расскажу о том, как этой штукой управлять. Вообще у большинства мобильных стабилизаторов нет дисплеев и крайне ограниченное количество физических кнопок. Из-за этого доступ к большинству функций можно получить либо через определенные комбинации нажатий, либо через мобильное приложение. Лично я предпочитаю пользоваться приложением. В Moza Mini MX все устроено абсолютно так же, на его лицовой панели разместилась кнопка включения, две функциональные клавиши и джойстик, позволяющий управлять положением смартфона. Под указательным пальцем находится смарт-триггер, который может возвращать стабилизатор в исходное состояние и активировать некоторые его режимы. Стабилизатор подключается к смартфону через Bluetooth. С родным приложением камеры можно только включать и выключать процесс съемки видео. Если вам этого недостаточно, крайне рекомендую установить фирменное приложение Moza Genie, и в нем вот уже будет полный перечень режимов настроек и функций. При этом базовых режимов съемки три, слежение по горизонтали, слежение по горизонтали и вертикали, и третий режим FPV, в котором камера будет следовать за вашими движениями по всем осям, и также в нем можно заваливать горизонт. Отдельным пунктом выделен так называемый скоростной режим, у других производителей он еще называется спортивным режимом. В нем стабилизатор быстрее реагирует на все ваши движения, и с его помощью можно снимать, например, динамичные сцены или спортивные мероприятия. Приложение мне понравилось, в нем огромное количество настроек, есть фильтры, много интересных эффектов с примерами применения, которые можно при желании попытаться воспроизвести. Единственный минус на данный момент не самая полная и понятная локализация. Например, исходя из названия, не всегда можно понять, за что отвечает какой-то конкретный пункт меню. Ну и по сути приходится разбираться с этим на практике. В любом случае видно, что приложение активно развивает. Думаю, что в ближайшем будущем его все-таки доведут до ума, и все проблемы с локализацией поправят. Разумеется, вертикально снимать MOS Mini MX тоже умеет, без этого в 2020 году уже никак не обойтись. Еще одна полезная фишка, которая наверняка понравится блогерам, я о ней уже вскользь упомянул в начале обзора, это отслеживание объектов. По сути стабилизатор можно превратить в некое подобие умного штатива. Для этого надо просто поставить его перед собой, отметить себя в качестве объекта отслеживания, и все, можно совершенно спокойно передвигаться по комнате, при этом камера будет следовать за вами. Работает эта функция довольно неплохо, но надо следить, чтобы ваше лицо было нормально освещено. В противном случае программа может его время от времени терять. Ну а теперь о главном. Качество стабилизации не уступает другим современным стабам. В умелых руках устройство демонстрирует очень плавную картинку. Я тестировал его со смартфоном Samsung Galaxy S20 FE, в нем уже есть встроена система электронной стабилизации, однако для съемок и движений ее, как правило, недостаточно, и на видео остается тряска, какие-то неприятные эффекты, дерганье. Какой результат получается при использовании Moza Minimix вы можете увидеть на экране, и опять же, на мой взгляд, он более чем достойный. Автономность этого стабилизатора меня тоже порадовала, устройство полностью заряжается за 2,5 часа и заряда хватает примерно на сутки более-менее активного использования. Ну это конечно при условии того, что стаб будет нормально отбалансирован. Итак, наше видео подходит к концу, и в заключении я бы хотел еще раз пройтись по плюсам и минусам этого устройства. Плюсом можно отнести складную конструкцию, нормальные материалы изготовления и продвинутый софт для видеосъемки. Ну а из моментов, которые еще требуют доработки, это конечно же небольшие проблемы с локализацией, хотя в целом приложение достаточно интересное, и видно, что разработчики стараются его развивать. В любом случае, данная модель сейчас одна из самых привлекательных по соотношению цены и предлагаемых возможностей, так что если вы в ближайшее время собираетесь приобретать стабилизатор, очень рекомендую обратить внимание на Moza Mini MX. На этом все, вы смотрели geekinsight.ru, увидимся в следующих видео и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok